Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня расскажу и покажу малоуходную клумбу. Если вы хотите создать малоуходную клумбу, композицию, и вообще в принципе, чтобы ваш сад был малоуходный, занимал как можно меньше вашего времени, но основной его задачей было вас радовать, Очень хорошо, если растения многолетние, вечно зеленые растения, имеют красивую форму, структуру четкую, остальные уже дополняют, то есть центр клумбы, центр детника, как правило, если он просматривается со всех сторон, желательно его делать выше других остальных. Здесь на примере у нас две клумбы, центральный вход, как видите, и одна клумба с одной стороны, другая с другой. Они абсолютно идентичны, правило симметрии соблюдено, и рассмотрим на одной клумбе, покажу, вторая точно такая же. Что использовано из растений? Первое это цикос, вечно зеленый, крупный, фактурный, красивый лист резной фактурный, и, как правило, видите, что он выше других. Дальше это розмарин, посмотрите, какой красавчик, он сейчас цветет, приятный очень аромат розмариновый, целебный, и с другой стороны розмарин поддерживает полигола. Целый год зеленый стоит, мелкий листочек красивый, полигола это многолетний кустарник, и плюс еще у него очень красивое, пышное цветение. Также эту композицию обрамляет такой красивый бордюр из фикуса. Это многолетник и вечно зеленый. То есть все растения, как вы видите, подобраны так, что они вечно зеленые и многолетники. В этой клумбе она не просто зеленая стоит, но вот розмарин цветет, и он потом сменяется цветением полигола. То есть яркое пятно голубое розмарина, затем яркое пятно фиолетовое цветение у полигола будет. Полигола очень долго цветет с мая по ноябрю. В клумбе присутствуют многолетники, вечно зеленые. То есть она в любой период времени выглядит очень красиво, радует глаз. Малоуходные клумбы и вообще малоуходные территории очень распространены в общественных местах, так как в принципе там раз от раза ухаживается. И на каких-то больших территориях тоже предпочтение отдают каким-то малоуходным растениям. Ну вот видите, формирование само, оно особо не требует. Лишь раз подстрижка в год, чуть-чуть придание формы и все. Этого вполне достаточно. Напишите в комментариях, нравится ли вам вообще идея молотников, малоуходного сада. Да, еще один момент. Чтобы клумба ваша была малоуходной, здесь вот использована цыпка. Если вы хотите выделить клумбу на газоне, то обязательно пользуйтесь бордюрной лентой и геттекстилем, для того, чтобы не было сорняков, впоследствии, чтобы они вас не напрягали. Об этом нужно позаботиться заранее, когда вы закладываете клумбу. И тогда ваша клумба будет вас радовать долгие годы, если в ней будет все продумано до мелочей. И еще момент по возможности, проводите сразу же систему полива, чтобы вас еще и этот момент не напрягал в дальнейшем. Предварительный этап, когда вы готовите свою клумбу, это ее нужно очистить от сорняков. Даже еще такой момент. Сорняки могут быть и не быть. Лучше все равно обработать, потому что, если, допустим, очень сухая территория, вам может показаться, что сорняков нет. Но как только вы начнете поливать свои высаженные растения, я вас уверяю, сорняки тут же появятся. Поэтому желательно предусмотреть и этот факт, обработать предварительно почву от сорняков. И это вам будет большим подспорьем на вашем участке при работе с вашей клумбой. Я желаю вам получить огромное удовольствие от создания красивых клумб. Желаю вам творческих успехов в этом деле. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok